Особое мнение на 101FM Добрый день В чем суть? Тоже ваш коллега Николай Барсуков Человек фракции, коммунисты России В нашем городском парламенте Он собственно пожаловался Простым языком говоря на Никулина Он отмечает, что Никулин был на заседаниях Всего лишь два раза Все остальное время обязанности председателя Исполнял Юрий Львович Шлемензон Его и предложено назначить На этот самый пост Место заместителя может достаться Татьяне Веселовой Окончательное решение о снятии полномочий Председателя с Дмитрием Георгиевичем Примут на заседании Гордумы На следующей неделе, 21 числа Как вам такой шаг? Ну я считаю это абсолютно паральная история И я бы не сказал, что он пожаловался Просто это логично Я сразу предлагал Председателям комиссии Юрия Львовича Потому что, ну, когда человек более взрослый, более опытный Возглавляет комиссию по регламенту этики Наверное, это правильнее То, что не посещение Но я считаю Председатель комиссии достаточно ответственного По крайней мере Все вопросы перед тем, как выносятся на Думу Они сначала рассматриваются на комиссиях И вот на протяжении всего этого года Юрий Львович, можно сказать, выполнял функции Де-факто он практически был председателем Председателюствующим Да, все комиссии проводил Он, поэтому Это, в принципе, логично, правильно И я надеюсь, что 21 ноября Когда будет Дума Юрий Львович будет поддержан Но это голосовать Вы будете за А там в регламенте Поясните, в регламенте работы вашей написано Что председатель комиссии Должен присутствовать в обязательном порядке На каждом Я, честно говоря, не так сильно знаком с регламентом Но, мне кажется, это даже по умолчанию Если ты избрался Если тебя избрал народ Ты должен присутствовать Ты должен ходить Ты должен отстаивать Тем более те функции Которые на тебя возложили То есть, ну, это, мне кажется Там даже не обсуждается Вы сказали, Юрий Львович, более опытный, да? В этом отношении депутат Конечно А другие характеристики, если как-то попробовать подобрать Он более эффективным будет на этой должности Я думаю, что он более эффективный Более компетентным Более грамотный Человек был и депутатом законодательного собрания Кировской области И достаточно давно на управленческих каких-то должностях И общественных деятелей в общественной палате Поэтому как раз по регламенту этики Я считаю, что должен быть человек Ну, если, так скажем, мудрее, старше И, ну, в принципе, вот, наверное, это основное Поэтому Юрий Львович на эту должность подходит идеально Поэтому я полностью буду его поддерживать Хорошо, еще одна новость Прокомментируйте ее, пожалуйста Наши коллеги из новостного отдела пишут Что Георгий Барминов с сегодняшнего дня не работает в правительстве области Это, напоминаю, министр Или сейчас уже экс-министр спорта и молодежной политики нашего региона Вместо него возглавлять данное министерство будет Анна Альминова Чемпионка Европы, чемпионка России и так далее Которая до последнего времени работала заместителем Барминов Барминов, по данным наших коллег, будет руководить отныне центром отдыха и оздоровления детей вятские каникулы Насколько я помню, эта структура первоначально называлась дирекция загородных лагерей Ну, Георгий Андреевич относился к тем чиновникам претензий, так скажем В адрес которого поступали постоянно Одна из них заключалась в том, что как он может возглавлять министерство Когда спортивного опыта у него маловато, мягко говоря Вы как воспринимаете данную новость? Вы знаете, я не сильно знаком с движениями в областной администрации Но я считаю логически, если посмотреть, то, конечно, Альминова это человек, который прославляла в спорте нашу Кировскую область От и до, можно сказать, сферу знает, да? С точки зрения организации Это абсолютно логично, когда она возглавит именно министерство спорта Я считаю, что это абсолютно правильно Хорошо, следующая тема До нашей беседы в эфире вы сказали, что буквально в 2 часа сегодня, сразу после завершения После завершения нашей программы вы направитесь в городскую думу, в городадминистрацию Где будет заседание как раз-таки комиссии, которую вы возглавляете по транспорту и ЖКХ Хочется знать, давайте просветим, давайте сообщим слушателям, что там будет рассматриваться, какие важные ключевые моменты Значит, сегодня будут рассматриваться все комиссии Сейчас в основном первый вопрос на всех комиссиях стоит о том, что заложено по тем сферам, которые относятся к этим комиссиям в бюджете на следующий год Сегодня нам управление финансов будет на комиссии как раз докладывать о том, что предусмотрено, на что есть деньги, на какие там ремонты, на какие же там еще что-то То есть сегодня основной вопрос будет этот И сегодня также вопрос по закупке автобусов, к сожалению, который не состоялся акционерным обществом АТП, это муниципальное предприятие Наши коллеги связывались на неделе с вами, вы как раз тоже комментировали эту историю Я считаю, что, знаете, вот Там речь шла о 30, о закупке не состоявшейся 30 автобусов 30 автобусов, 30 автобусов масс Это первый какой-то вот, первый этап закупки? Это первый этап закупки, всего планировалось 100 автобусов Ну, я как раз сегодня узнавал, что планирует АТП после того, каким отменили аукцион Отменен он по заявлению в Уфас дилера павловских автобусов То есть это конкурент, простым языком говоря Это конкурент минского автобусного завода Посчитали, что именно данная закупка была, так скажем, заточена под именно масс Хотя там, на мой взгляд, были учтены все характеристики То есть кто-то говорил там из общественников в том числе, что это дорого, можно купить дешевле Конечно, можно купить дешевле Ну, Виталий Брам, в частности, об этом, если не ошибаюсь, говорил Ну, да, но там было предусмотрено все Там было предусмотрено кондиционеры Там было предусмотрено для маломобильных групп Подъемники, да? Ну, часть, по-моему, автобусов с низким поликом Вот, поэтому, знаете, там, кому-то не понравился цвет, что он стал оранжевым Вы знаете, у нас сейчас по городу ходят гнилые копчащие пазики Гнилые копчащие пазики И какой бы цвет ни было, хоть они в горошек будут Это все равно будут новые, качественные и безопасные автобусы Поэтому, вот, знаете, как бы, народ, который вот именно, ну, так скажем, часть группы людей, которая против всего Ну, искать там в чем-то подвох, что там какие-то там, что тут какая-то есть коррупция, там еще что-то Ну, это задача, в первую очередь, правоохранителей, да? То есть, и если кто-то считает, что данный конкурс был заточен под чего-то Ну, это вот, пожалуйста, обращайтесь в органы Но я считаю, что это была абсолютная, на мой взгляд, прозрачная история Потому что был непосредственно договор именно с заводом МАС О лизинге шла речь О лизинге шла речь Это как раз в том числе лизинговая компания, которая имеет отношение с Республикой Беларусь И поэтому, что вот искать где-то здесь подвохи, я считаю, ну, это излишне Да, излишне, но результат этого всего, то есть то, что мы не получили к Новому году 30 новых автобусов в городе То есть мы продолжаем ездить на старых гнилых пазиках Сегодня мне в ВТП сказали, что обязательно в первом квартале данный вопрос будет проведен конкурс То есть январь, февраль, март следующего 2019 года С 2019 года мы все-таки увидим автобусы, но мое пожелание, чтобы это было уже не 30, а хотя бы там 60, 70 автобусов Чтобы глобально переломить ситуацию с пассажирскими перевозками в городе Чтобы исключить вот эти частные копчащие пазики Ну, так или иначе, жалобы в УФАС, это все в рамках закона? Это все в рамках закона, но вы знаете, у нас жалуются по всему То есть у нас, насколько мне известно, по ГДМС, который вот выиграл 800 миллионов, да? Да, 800 миллионов На уборку содержания улиц На уборку содержания улиц Ну, об этом чуть позже поговорим, да Тоже были жалобы в УФАС, поэтому жаловаться можно на любую тему Давайте немножко эту еще автобусную тему продолжим После совершенно небольшой паузы Я напоминаю, что сегодня в особом мнении звучит мнение Дениса Ерохина Депутата Кировской городской думы, председателя постоянной комиссии Городумы по транспорту и ЖКХ И вернемся очень скоро Особое мнение На 101FM Продолжаем наше общение В продолжении автобуса на этой теме Вот еще хочу чем-то инициироваться Денис На протяжении последних недель Когда стала известна история о закупке новых автобусов Общественники в том числе Можно было прочитать у них страницы в социальных сетях Говорили о том, что мы закупаем новые автобусы Но они на традиционном топливе Почему бы не позаботиться о газомоторном Вот известно ли вам что-то в этом отношении И все-таки, на ваш взгляд, было бы действительно целесообразнее С учетом того, что сейчас у нас вроде как государственная программа есть И поощряются закупки автобусов общественного транспорта Которые работают на газе Ну здесь я с ними соглашусь Потому что газомоторное топливо Понятно, что экологически чище И экономичнее То есть учитывая то, что дизельное топливо у нас Просто семимильными шагами стремится Не знаю, к каким-то страшным цехам Газ тоже за последние месяцы, конечно, подорожал Но не так, насколько я знаю Ну газ дорожает Мое ощущение, что когда-то Через какое-то время Все-таки это газ Сначала вырастет топливо Потом к нему будет стремиться газ Ну это мое мнение Поэтому И тут я с ними согласен Действительно, газомоторное топливо Оно в первую очередь это экологично Вторую очередь эксплуатация, конечно, дешевле То есть на сегодняшний день цена Газа значительно ниже дизельного топлива А вы и ваши коллеги как-то можете повлиять? Вот вы сказали про первый квартал следующего года Вы как-то можете? Вот сегодня как раз у нас на комиссии Давайте будем газомоторные Вот сегодня на комиссии у нас будет Генеральный директор АТП Поэтому мы все свои пожелания Все депутаты ему обязательно выскажут Все вопросы мы зададим И я думаю, что ответы мы получим Да, соглашусь с вами Жаль, конечно, что такого новогоднего подарка В виде нескольких десятков новых автобусов Не будет в этом году Да, это жаль Да, соглашусь Хорошо, так, основные моменты ключевые Мы осветили, да, которые сегодня будут Затрагиваться на комиссии Бюджет, приоритетные вопросы И вот как раз-таки Бюджет, то, что касается комиссии Хорошо, следующий вопрос Ну, не могу не поинтересоваться Тут опять же делом Парка Победы Вы относитесь к счастливым людей Которые наиболее активно по этому поводу высказываются Вот буквально сегодня с 11 часов Мы в дневном развороте обсуждали данную тему Первый задержанный, который отпущен уже под домашний арест Ну, не уже, а отпущен просто под домашний арест Я имею в виду одного из учредителей завода охотничьей и рыболовного снаряжения Леонида Ефаркина Юрист Яныч Батарев накануне в нашем эфире заявил Что в деле в этом вскоре появятся новые имена В том числе бывшие сотрудники мэрии Потому как без сотрудников, цитируя администрации города Кирова Невозможно организовать злоупотребление на торгах Продажу земли по заниженной цене Вы поддержите известного юриста в этой оценке? Да, я в этом, конечно, поддерживаю Потому что тут, мне кажется, не только юристу понятно Что это невозможно сделать без сотрудников администрации Без главы города В принципе, там никакого секрета нет Там, в принципе, участок-то был фактически продан Так скажем, один из учредителей был сын главы города Поэтому, конечно, мне кажется То, что сейчас ведутся задержания и домашний арест Это, ну, надо понимать, что это тоже арест Я думаю, что все-таки отпускает это Там, не знаю, в силу возраста Может, в силу признательных показаний Ну, как вариант, сотрудничество со следствием активное Сотрудничество со следствием Поэтому я думаю, что Сейчас всех, кого допрашивают Надеюсь, что им нет смысла играть в каких-то партизанов И покрывать, так скажем, главаря ихней банды Которая похитила у горожан парк Ну, а чем закончится? Ну, мы же говорили И, так скажем, главный деятель Десятилетнего, так скажем, правления города Который, при котором и был продан парк Который продал сыну парк Он же сказал Ждем, когда следствие поставит жирную точку Ну, я хочу еще добавить и арестуют его Потому что, ну, мне кажется Это должно закончиться Знаете, как в самом фильме Песто встречи Изменить нельзя Когда банду из подвала выводили Вот там одного, второго, третьего Теперь горбатый Вот, мне кажется Это должно закончиться именно так Поэтому ждем Надеемся, что Правоохранительные органы Так скажем, всем кировчанам Постараются, чтобы они Недолго ждали этого момента И, наконец-то, все сели на скамье подсудимых Ну, это в вас Вот я имею в виду это задержание Первое задержание Как мы сейчас его называем Оно вселяет в вас уверенность В то, что И вы об этом говорили И в августе, по-моему, об этом говорил Глава администрации Илья Шульгин Уверенность в том, что все-таки Эта земля будет возвращена городу Вот это вселяет большую надежду? Я в этом убежден Я в этом убежден Потому что Я не думаю, что Так скажем Правоохранительные органы Перед тем, как Кого-то задерживать И отправлять в ВВС У них нет достаточно доказательной базы Совершенном преступлении Ну, я в это не особо верю Я надеюсь, что там С доказательной базой все достаточно И поэтому Я надеюсь, что земля В ближайшее время Будет возвращена И, так скажем Будет использоваться По Ну, на усмотрение Администрации города Там может быть строительство школы Например На благо Максимального количества Да, жителей города То есть Достаточно большой участок Развивающий микрорайон И Строительство школы И садика Там В честь вот именно этих героев Сделать какую-то аллею Как вот, допустим Сделано в Бресте Когда идешь в Брестскую крепость Аллея Героев Кто погиб И я думаю, что Это было бы такое Логическое такое Завершение Вот этой всей истории К другому сейчас Уголовному делу Хочу обратиться И поинтересоваться Вашей оценкой Именно этой истории Я имею ввиду Центральную диспетчерскую службу Следователи И тут информацию нам Дают Что, в общем-то Тоже дают Надежду На то, что Порядок будет наведен Я имею ввиду Экс-главного инженера ЦДС Анатолия Анатолия Ганьбу Стало известно Накануне, что В отношении него Возбуждено Еще одно уголовное дело Злоупотребление полномочиями До этого И он был задержан По подозрению В растрате История там известная Вы читали Вы знаете Брал деньги у электронного поездного Клал в банки Процент себе забирал История известная Мы их вызывали Неоднократно на комиссию Мы задавали Вопросы И глава города Им задавала вопросы Для чего был создан Электронный поездной И почему Эти функции Не могла Выполнять Муниципальное Учреждение Напомню, что Это тоже Детище предыдущей Это детище предыдущей Абсолютно Это Я считаю Просто Жульническая схема Создания этого Электронного поездного На мой взгляд То, что Делал директор Он же был Директором Электронного поездного И там же Он был Главный инженер В ЦДС То есть То, что они И там И тут получали Зарплату Это уже Нарушение А то, что Учредитель Электронного поездного Муниципальное учреждение И соответственно Электронный проездной Также является Муниципальным Учреждением И взять Из муниципального Учреждения Деньги Положить себе На депозит Под проценты Знаете Он вроде как Кредитовался У этого Муниципального Беспроцентный Займ Берешь И уносишь В банк Под проценты Гениальная Коммерческая схема Это все равно Что глава города Сейчас возьмет И положит бюджет На книжку И будет также Снимать Сходить проценты Ну вот это На уровне бреда Отличное сравнение На уровне бреда Ну я не знаю Как к этому Можно прикасаться Это государственные Деньги И вот Я не знаю Мне кажется Это дело Даже тут Надо привлекать Врачей Что происходит У человека В голове Когда он идет На такие действия А то что Сейчас там происходит Там Мне кажется Эта история Далеко не последняя И уголовное дело Это далеко не последнее Там Вот Сейчас все закупки Вот эти Остановки Экраны Которые в 2013 По моему году Или в 2012 Если я не ошибаюсь Умные остановки Так называемые Да Вот эти экраны Которые Стоили по 90 тысяч рублей Представляете 90 тысяч рублей Зайдите в магазин Каких-нибудь телевизоров Там за 90 тысяч рублей Можно купить Уникальный телевизор Какой-нибудь С сумасшедших размеров А не Диодное Вот это Маленькое панно Не Ну руководство ЦДС Неоднократно Говорило о том Что там и начинку Они делают Вот эту начинку Вандально-защитные Устройства Есть организация Которая на сегодняшний день Как бы Она объявилась Она никуда не девалась Которая предлагала Вот это все Сделать за 15 тысяч В свое время За 15 За 15 В 6 раз меньше В 6 раз меньше Поэтому Говорить что это стоит 90 Ну вот Что от этих табло Электронное На автобусах Вот знаете Подсветка Диодная Номер маршрута Там Номер маршрута Бегущая строка Неужели это стоит Там каких-нибудь Эти же 60 тысяч Там рублей Ну и прочее Я заказывал Там По бизнесу Бегущие строки Вот Ну я помню Стоимость бегущей строки 2 метра На полметра Она стоит там 1014-15 То есть И вот Нам утверждали Приходили И говорили Да это столько стоит И Говорить что Это не жульничество Ну насколько я знаю Сейчас Другие истории Проверяются Там все именно так То есть там Было созданы Организации Через которые Все это Все это Поставлялось Умножалось Там На два А то и больше И Просто Бюджет Все это оплачивал Именно бюджет Потому что Учреждение Повторюсь еще раз Бюджетное Поэтому Ну вот такие Были у нас Руководители Поэтому И задержение Я уверен Что это Не последнее По вашим прогнозам Может быть Мы увидим Я думаю Мы увидим Высоких чиновников Может быть Ну Насколько уж Невысоких Невысоких Но я думаю Что Каких-то Мы увидим Я думаю Что каких-то Допустим До этого Директора Может быть Мы увидим Еще кого-то Увидим Кого-то Мы обязательно Увидим Я думаю Что В ближайшее время И Говорить опять же О том Что глава города Об этом Не знал Ну Честно говоря Я вот Ну не верю Вот Любой Муг Берешь Вот Как только Правоохранители Заходят На любое Предприятие Они обязательно Находят Подобные истории Даже Насколько мне известно На муб Кристалл И то Муб Кристалл Это прачки Там и то Вот я хочу спросить Чем занимается Что-то Не на слух Это прачечное Муниципальное Предприятие Там и то Насколько мне известно Проходят какие-то Обыски И Возбуждение В ближайшее время Или уже возбудили Какие-то уголовные дела В чем суть Опять же Какие-то махиняцы С муниципальными Все это же самое Взяли За копейку Продали За рубль То есть Все это же самое То есть Везде Воровство Все Муниципальные Предприятия Были созданы Как я говорил И говорю Это были Прачки По отмыванию Бюджетных денег То есть У нас Государство Пытается Собрать У нас Там Талоговая Пытается Всех Систематизировать Чтобы они Как-то Оплачивали Но тем не менее Когда эти деньги Поступают В бюджет Они просто-напросто Воруются Ну вот Если Я не знаю Там Повысить Эффективность Собираемости Просто Надо Повысить Прозрачность Использование Всех Бюджетных Не хотят Не хотят Нет Очень Какие-то Не радужные Вообще Мысли Я знаю Такие истории Потому что Допустим По 9 месяцев ГДМС Прибыль Состояла Боюсь сейчас ошибиться По-моему 110 или 120 миллионов Прибыль У ГДМС Мне кажется За все 10 лет Она столько состояла Ну это же Очевидно Что Люди В бизнесе Занимаются Такими же Видами деятельности Взять Эту же Там Не знаю Эти же Прочные Эти же Дорожные Работы Строителей Эти же Перевозки Самая частная Почему Участника Это выгодно Приносит доход Кормит его Кормит его семью Он как-то Пытается развивать бизнес Крутится Вертится Как мы говорим А все что муниципально У нас вдруг Становится Невыгодно Убыточно Потому что Правильно Там существуют Такие гоньбы Которые взял Сама Деньги Из муниципального Предприятия И отнес их Сия на книжку Ну вот Зачем Нужны такие руководители Где их берут Это Ну честно говоря Ну понятно Что в Кузинской Казах Военкомат Зачастую Самый выгодный бизнес Это бизнес Завязанный Напрямую На всемозможных Муниципальных вещах Это рано или поздно За это все равно Придется посидеть Потому что Любой Нормальный предприниматель Он в первую очередь Выстраивает Бизнес Так чтобы он был Независим От какого Административного Ресурса Думали ли В то время Вот все эти Все эти Горе Руководители Что когда-то В 2018 В 2017 Году Их за эти закупки Или за то Что он взял Такой безобидной Историей Взял Унес Деньги Государственные Положил Дактишку Что Схватят за одно Известное место И он окажется В СИЗО Наверное Он даже Не предполагал Мне кажется У них Мозг Настолько Сросся Что Любой МУП Это Ихняя Какая-то Ошка С которой Они получают Которую Они создали Мне кажется Они искренне Считали Что это Их Но Вот Как-то Вот они Наверное Подзабыли Что это Все-таки В первую очередь Государство Народное Я настаиваю На этом термине Народное Добро Денис Ерохин Депутат Кировской Гордумы Представитель комиссии Гордумы по транспорту И ЖКХ Сейчас будет Небольшая пауза Напоминаю вам Слушатели Что вопросы Вы тоже можете Задавать На сайте Кирова.ру Специальная форма Есть один вопрос Озвучу его После рекламы Особое мнение На 101FM Продолжаем Наше общение Денис Ерохин Депутат Кировской Гордумы Председатель Постоянной комиссии Гордумы по транспорту И ЖКХ Вопрос от слушателя Денис Когда протезно-ортопедическое Предприятие Вынесли на мельничную 32 Обещали Что будет Городской автобус Сейчас Ходит только Газель Раз в час От автовокзала Это очень неудобно Нужно ехать с пересадками Это Татьяна Задает вопрос Она предлагает Конкретную штуку Раз в час Ходит туда Заворачивает Делает Петели Купятый автобус Раз в час Девятый автобус Раз в час Тридцать восьмой То есть те Что идут в чистые пруды Вот Можете взять в работу Данное предложение Да Сегодня у нас Как раз Будет Т-комиссии Директор АТП И Тачельник управления Поэтому Я Этот вопрос Обязательно задам И я думаю Что мы ответим Хорошо Вот Татьяна Денис пообещал Сегодня в два часа Начало заседания Комиссии Как раз таки Которую возглавляет Денис Хорошо Поехали дальше Вещь о которой Уже упомянули Это 800 миллионный контракт На содержание Уборку Кировских улиц Впервые контракт Разыгран Он у нас Не на год А на 20 месяцев Чиновники уверены КДМС Выиграли Чиновники уверены В надежности Этой компании В ее хорошей Материально-технической базе Есть сейчас шансы Обновлять технику Срок продолжительный Более-менее Понятная перспектива Ну и у людей Больше сейчас надежды На то Что у нас Более качественная уборка Будет Снежных коллапсов Не будем мы Снова видеть У вас какие ощущения Как вы воспринимаете Хотя мы говорили Да что Общественники тоже Высказывались Да Они высказывались о том Что это укропнение лот Они настаивали На более мелких На более мелких лотов И чтобы могли участвовать Какие-то Малоорганизации Но Я хочу сказать Что ГДМС Вполне Может взять На субподряд Те или иные Организации И По крайней мере Если их что-то Будет не устраивать Так обычно и происходит Насколько Нет Делили Это на множество лотов И у каждого Был свой контракт С администрацией Города Поэтому Это укропнение Мы можем посмотреть На На асфальтирование Когда Весной этого года Джазыгировали Контракт по БКД Вят Автодор И ГДМС Вят Автодор И ГДМС Две абсолютно Понятные организации Одна муниципальная Другая областная И по крайней мере Всю гарантийную Ответственность Будут нести Они Кого они Берут на субподряд Если они Берут в том Случше Если они что-то Не успевают Или какие-то работы Им может Менее интересно Поэтому Я считаю Что здесь Тоже абсолютно Правильно Что Что именно Произошло Такое укропнение Лота Хотя Жалоб было Много Но Так как Было Три заявки Уфас Все эти Жалобы Признал Необоснованными А общественники Там Насколько я знаю Пока не сдаются Они там что-то еще Будут требовать Можно не сдаваться Но По крайней мере Я считаю Это Есть какой-то шанс Что все-таки У нас Ну вот Каких-то снежных Коллапсов Особенно Вот На окраинах Города Где как раз Выигрывали Маленькие Организации Ну Наверное ГДМС Все-таки Постарается Избежать Будет Как-то Ну не знаю Перестраховываться Там Сейчас они Действительно Хотят Самообсуждается Купить Дополнительное Технику И в том числе Так как это Будет спальное предприятие Это абсолютно правильно Что Летом Они укладывают Асфальт А Зимой Они не проедают Эти деньги А они Также Зарабатывают И люди Как говорится При работе И Они Тянут Вот эти Проеденные деньги На зарплату Вернее Заработанные деньги Не проедают На зарплату На содержание Свое А именно Продолжают Выполнять Какие-то функции Поэтому Лично Я считаю Что это Правильно И Ну Вот Программа По БКД Я считаю Она Дала Положительные Результаты Надеюсь Надеюсь По крайней По крайней мере После Зимы Мы сможем Поговорить Насколько Это было Эффективно Мне кажется Что Раз впервые Такая схема Нет Схема Какой-то Схема Какой-то Негативное Слово имеет Это Это только У нас Схема А именно БОТ Получилось Да После первого После открытия Если хотите Мой опыт Я стал Объезжать Московскую Я тоже Вот что делать Вот что делать Сейчас сложившейся ситуации У нас были Представители ДДХ Представители Госавтоинспекции Сейчас идет Там Анализ Сейчас идет Анализ Возможности Что там можно сделать Первая Возможность Это Отрегулировать Частично Как-то С фитофорами А если Подходить Более глобально Ну понятно Что Сах Уже на это место Не вернуть И там Будет всегда Макси Поэтому Ну вообще Изначально Кто не помнит Когда-то там Да Когда-то там Располагался И я считаю Это самое удачное Было географическое Место В городе Это было Муниципальное Предприятие Но мы имеем То что имеем Мы еще Я думаю Что долго Будем пожинать Десятилетние А Новый год На носу Люди за подарками Поедут Да Поэтому Я думаю Что вот сейчас Обсуждаются Вопросы Ну может Частично Закроют Там для грузовиков Допустим Пасковскую Заезд там На Ердяково Будет со стороны Лепси Может быть Как вариант Там Сделать Какое-то Кольцо Ширина Перекрестка Вроде как Там позволяет Может быть Отрегулировать Светофоры Особенно Пешеходный Переход Который Чуть выше По московской Там есть даже Предложение Вплоть Вообще Убрать Ну убрать Невозможно Возовной Светофор Нет конечно Безусловно Здоровье Жизни людей На другой чаше Конечно Поэтому Подземный Переход Там даже Подземный Переход Надо было Предусматривать Тогда Но это все Быстро не делается Да Это надо было Может быть Частично Когда Макси Получал Разрешение На строительство Тогда В том числе Как-то их пытаться Чтобы они Участвовали В этом Строительстве Подземных Переходов А при какой Власти Получалось Разрешение Я сейчас Не готов сказать Не помню Но площадка У них давно Куплена Давно Здание Снесено Тоже Давно И базы Там нет Тоже давно Поэтому Это как раз Ягод Десятилетние Плоды Я думаю Что мы еще Будем в них Периодически Втыкаться При развитии Города И вот Мы не только Там не развивались Мы просто Вот Сейчас будем Упираться Еще Вот в это В какие-то В такие вещи Поэтому выход Будут искать Насколько он будет Эффективный Ну Время покажет Денис Вам надо бежать На заседание комиссии Поэтому Да и время у нас Завершено уже Спасибо большое Денис Ерохин Депутат Кировской гордумы Представитель постоянной комиссии Гордумы по транспорту И ЖКХ До новых встреч Всего доброго Всего доброго До свидания Особое мнение На 101FM